Но есть еще один момент, который никто об этом не рассказывает. Понимаете, что происходит? Помимо неурожая, у нас все время отсутствие баланса продовольствия. Мы не знаем, сколько нужно произвести и сколько это востребовано. Государство бросается регулировать цены только в магазин. А вот когда цена падала, как позапрошлому, в прошлом году, мы произвели много картофеля, и цена упала меньше 10 рублей за килограмм в оптовом звене. А себестоимость была уже 10. Поэтому люди перестали сажать картофель. В этот момент, в 2020 году, переволожнение почвы привело к тому, что картошки стало меньше. В результате цена выросла практически в полтора-два раза. Но картофеля нет уже. Почему? Потому что государство должно думать, что если какое-то перепроизводство, куда деть это, ну оставить цену, скажем, такую, чтобы люди могли в следующем году опять то же количество полей засеять или посадить. Понимаете, когда министр нашего сельского хозяйства России говорит ТАСС, что он субсидирует рассаду винограда, ему это можно простить. Но не знает он, что на самом деле саженцы винограда. Но когда экономические просчеты, когда вот, ну есть такой, по-моему, справедливой цены, ну посмотрите, сколько стоит цена удобрения, сколько солярки, сколько еще чего-то, и какая лентабельность будет у предприятия. Через несколько недель в южных регионах, по крайней мере, уже начнется посевная. И тут вот замминистра Джамбулат Хатов обратился к профильному вице-премьеру, что нужны мигранты, не хватает рабочих рук, надо как-то открыть границы, тут вот коронавирус. Еще он сказал, что рабочие иностранные обладают таким опытным знаниями и навыками, которых не сыщешь у местных жителей. Вот что это вообще за позиция? Действительно, нам сейчас без мигрантов в сельском хозяйстве не справиться? Нужно разъяснить, что на самом деле имеется в виду. Как правило, если вы приедете в любую европейскую, американскую, другую державу, вы обнаружите, что неквалифицированным трудом, как правило, занимаются мигранты. Вот, например, в сельском хозяйстве Калифорнии занято 95% так называемых нерезидентов, то есть негражданами. Почему? Потому что, конечно, на тяжелый физический труд и малооплачиваемый местные жители не... Поэтому в Германии поляки и румыны, кстати, украинцы, в Финляндии русские студенты, в Америке портеканцы и мексиканцы, как правило, выполняют работы по сбору овощей, фруктов, и это нормой является. Вот, для примера, скажу, что у нас, например, очень много москвичей работает на сборе землянии. Средняя производительность одного москвича до 40-50 килограмм в день. А за это же время аналогичный работник из Узбекистана собирает 200. Потому что это профессиональный сборщик, который каждый день за деньги, не за ягоду, а за деньги работает. И поэтому, конечно, в среднем использование таких работников более эффективно. Тем более, что еще раз скажу, не каждый. Вот, например, попробуйте найти москвича, который сейчас убирает снег на улицах города Москвы. Вы не найдете такого человека. К сожалению, люди приезжие. Поэтому в этом есть определенный смысл. Другое дело, что вот мы, например, когда внедряем механизацию, резко уменьшаем количество вот этих ручников, которые на самом деле должны быть заменены давно уже машинами. Но главное, вы должны понять, что за одну и ту же работу и местный житель, и работник, который приезжает, должен получать одинаковую зарплату. Вот ваше подмосковное уникальное хозяйство, которое справедливо называли территорией социального оптимизма, оно подвергается мощнейшим просто рейдерским атакам, и не только рейдерским, вообще мощнейшим атакам. Расскажите, что там сейчас происходит? Ну, первое, видите, люди не верят в агрохолдинги, я абсолютно правильно с ними солидарен. А вообще Россию накормят, естественно, крестьянские и фермерские хозяйства, и такие хозяйства, как наши, которые средние, которые не объединены в агрохолдинге, потому что нам гораздо лучше виднее, как работать на земле. Мы одновременно лучше из советского опыта взяли, но личная заинтересованность у нас обязательно присутствует. Поэтому, конечно, показатели, которые показываем таким хозяйством, как мы, как Виктор Иванович, хозяйство, Дашковка и другие, они, конечно, на круг гораздо эффективнее, чем агрохолдинг. Но наше, скажем так, преимущество в том, что мы все деньги, которые зарабатываем, оставляем на земле. Агрохолдинги уводят деньги за рубеж или в Москву куда-то, потому что головные компании, это, как правило, либо офшорные компании, либо компании, которые, скажем так, зарегистрированы в Москве и крупных городах. Соответственно, никаких денег на территории они не оставляют, а фермеры и мы не только налоги платим в местные бюджеты, но еще и волей-неволей должны, вот сейчас вот катаклизм, допустим, по снегу, а кто расчищает деревенские дороги? Тех трактора, которые остались у фермеров и у таких хозяйств, как наши. Потому что, ну, не почистим мы снег, мы молоко не вывезем. Но по этим же дорогам ездят и все остальные сельчане и малые города. Поэтому, конечно, государство, если ходит что-то лучше в сельском хозяйстве, а я тоже согласен с моим коллегой, никакого, скажем так, отношения к правде вот эти вот статистики не имеет. Государство сделало все для того, чтобы угробить производителя и продолжает это делать. Потому что, ну, давайте так, как объяснить, что при рекордной выраженности зерна, цена на зерно должна регулироваться. Мы прекрасно знаем, что, например, на хлеб больше 10 миллионов тонн не нужно. А мы произвели больше там 120, как они говорят, миллионов тонн. И чего вдруг цена на зерно так резко пошла вверх? Да потому что вывозят многое. Государство само вывозите. Но одновременно это привело к тому, что рост цены на зерно, это прежде корм для птицы, для крупно-рогатого скота. И те, кто производит, сказали, слушайте, вы что делаете? Значит, мы теряем рентабельность. Какой-нибудь Мираторг обратился. И вот для них конкретно снижают цену на зерно у остальных, тех, которые, скажем так, хотели получить эти деньги. А мы-то тогда снизьте нам цену на солярку, на минеральные удобрения. Никто ничего этого не делает. Поэтому государство пока у нас занимается только отчетами. А мы живем совершенно в другом мире. И никакого отношения вот эта статистика к нам не имеет. Что касается совхоза Ленина. Ну да, через вашу передачу хочу огромное спасибо сказать Геннадию Андреевичу Зюганову и всем депутатам, коммунистам, и тем, кто приезжал к нам летом и сейчас вот нам помогает. Сейчас Московский горком партии очень активно включился в защиту совхоза. Но пока судебная система несправедлива и является такой карательной, мы пока ничего сделать не можем. Поэтому мы из последних сил бьемся. На сегодняшний день у нас все земельные участки арестованы. Акции арестованы. Вчера было шесть судебных заседаний в один день. Всего уже больше 800 судебных заседаний. И мы в судах постоянно. Рейдеры не успокаиваются. Но поскольку они поддержаны властью, в том числе и судебной, в том числе и правоохранительной, мы пока благодаря Геннадию Андреевичу выживали. А дальше, знаете как, мы намерены жить вечно, пока все идет нормально и совхоза развивается. Мы вот сейчас покупаем новую технику, тратим, конечно, огромные деньги на средства защиты растений, на удобрения. Но готовься они летом, а телегу зимой. Вот мы сейчас зимой готовим для того, чтобы весь год работать нормально и произвести много качественной продукции. Будем надеяться, что не получится все-таки уничтожить ваше уникальное совершенно хозяйство. Вот эти рейдеры, они вызывают такую же ассоциацию, как, извините, немцы, которые наступали под Москвой. Это оккупанты, вы абсолютно правы. Это оккупанты. Вот сейчас они оккупировали нас дворец культуры. Ничего там не делают. Одновременно не дают нам, а у нас уже 400 детей, хоть в наши кружки. Мы 1 января начали всю кружковую, клубную работу, но нас пока в наш дворец культуры не пускают. Вообще чиновникам нашим никто уже не верит. Они и сами себе не верят. Поэтому рассказы, которые они привыкли рассказывать о том, что у нас рекордный урожай, это просто стало плечевые изюцы. Никакого рекордного урожая, особенно подсолнечника, у нас не было. Но есть еще один момент, который никто об этом не рассказывает. Понимаете, что происходит? Помимо не урожая, у нас все время отсутствие баланса продовольствия. Мы не знаем, сколько нужно произвести и сколько это востребовано. Государство бросается регулировать цены только в магазин. А вот когда цена падала, как в позапрошлом и в прошлом году, мы произвели много картофеля, и цена упала меньше 10 рублей за килограмм в оптом звене. А себестоимость была уже 10. Поэтому люди перестали сажать картофель. В этот момент, в этом году, ну, в 20-м году переволожнение почвы привело к тому, что картошки стало меньше. В результате цена выросла практически в полтора-два раза. Но картофеля нет уже. Почему? Потому что государство должно думать, что если какое-то перепроизводство, куда деть это, ну, оставить цену, скажем, такую, чтобы люди могли в следующем году опять то же количество полей затеять или посадить. Понимаете, когда министр нашего сельского хозяйства России говорит ТАСС, что он субсидирует рассаду винограда, ему это можно простить. Ну, не знает он, что на самом деле есть саженцы винограда. Но когда экономические просчеты, когда вот, ну, есть такой, понимаете, справедливые цены. Ну, посмотрите, сколько стоит цена удобрения, сколько солярки, сколько еще чего-то. И какая рентабельность будет у предприятия. Потому что главная задача правительства – это обеспечение доходности. А мы все время сидим и ждем. То не урожай у нас плохо, то и с выточным урожаем. Цена упадала неизвестно куда. А государство ничего не делает для того, чтобы поддержать нашу доходность. В результате мы все меньше и меньше видим производителей. Потому что все время вот в таком состоянии находиться невозможно. И вы, Виктор Иванович, спросили, а чего вы еще сажаете? Да потому что другого мы не умеем. Но ход из деревень, потому что доходов нет, гарантий никакие. Государство о тебе забыло, бросило. Ты должен сам себе все сделать и даже врача себе привозить и увозить. Это уже стало такой причиной. Поэтому люди вылезают из деревни. Нет уже рабочих мест практически. А это приведет к деградации полной населения. Иван Николаевич, я что хотел у вас именно спросить. Вот производители мяса, курица и яйца объявили, что они намерены повысить цены на 10-15% из-за того, что доллар подскочил. И вся вот эта импортная составляющая, она стала гораздо дороже. И они объясняют, что из-за этого тоже продукты дорожают. На ваш взгляд, вот как велика эта импортная составляющая? И вот цена на нефть растет. Если теоретически рубль вырастет по отношению к доллару, как-то это скажется положительно на ценах? Вы знаете, я еще не помню случай, чтобы цена в рознице падала. Вот в опте она падает. Это я вижу. И разницу вот эту маржу между падающей ценой и основной ценой в магазине получают только торговля. Ну и иногда переработка, но это мало. А ведь переработчики же не могут написать правительству. Слушайте, а как это объяснить? Когда цена на нефть падает, почему бензин и солярка дорожают? Почему у нас вдруг, и говорил, кстати, в Госдуме на парламентских слушаниях, а с чего вдруг у нас минеральные удобрения подорожали? Это же наши минеральные удобрения. Ни с того, ни с чего они дорожают. А кто-нибудь может объяснить, почему нам налоги поднимают? С чего вдруг дополнительные вот сейчас эта маркировка, там этот Меркурий, огромные деньги. Вот я сейчас разбираюсь. Ветслужба, которая не должна и никогда не давала нам счетов на оплату, на полмиллиона дала нам сейчас счетов оплатить за прошлый год. За их услуги. Хотя государство ветслужбу эту привязало, она их тоже финансирует, ну платите тогда. И поэтому на самом деле Росцен, ну, скажем так, это переработчики обратились. Мы, крестьяне, сидим и молчим. Почему молчим? Потому что мы уже сколько раз обращались, ну, вы там, уберите от нас налоги, например, да, вот, в чем мы вдруг платим НДС, иногда даже повышенные 20 процентов. Зачем это, кому нужно? Она говорит, возьмите, не рассказывайте о господдержке, а давайте реальную господдержку. Вот для примера вам скажу, что в прошлом году американские фермеры, не самые слабые в мире, вот в их себестоимости продукции 39 процентов – это госдотации. Представляете? То есть в сумме произведенной 39 процентов. Если бы нам так помогали, да мы бы всю Европу и вообще всю Африку завалили бы продовольствием. А у нас разговоры о поддержке, а потом, говорит, денег нет, получают вот эти агрохолдинги, государственную поддержку, а мы сидим и сосем лапу. Поэтому вот эти крупные переработчики обратились к государству о том, что, ребята, да, мы сидим на импорте. Поэтому, вроде как, это мотив поднять цены. Но они же должны знать, что у людей на 10 процентов денег больше не стало. К чему это приведет? К тому, что люди либо хуже станут питаться, либо вообще перестанут покупать и будут на подножном корме, ну, на огородах, на свои. Поэтому я бы государству посоветовал другое. Посчитать справедливую цену, себестоимость, и сказать, мы вам гарантируем доходность. А потом сделать то, что Виктор Иванович говорит, и говорят коммунисты. А возьмите, ограничьте торговую надбавку. Ну, не дело, когда мы отдаем картошку по 10, и вдруг, видимо, по 30 в магазин. Это ненормально. Поэтому механизмы экономические есть, а вот для того, чтобы их реализовать, нужна политическая воля. Владимир Владимирович Путин тут на днях пообещал подумать о продовольственных карточках для бедных. И вот у меня к этой инициативе очень двойственное отношение. С одной стороны, это, конечно, позорище. Вот, что называется, мы ехали, ехали 30 лет, а наконец приехали. С другой стороны, я для большой части бедного населения просто не вижу другого выхода. Они не могут покупать по рыночным ценам продукты. Просто они банально голодают и недоедают. Об этом не очень говорят, но вот это скрытое голодание и недоедание, я думаю, оно носит огромные масштабы. А как вы относитесь к подобного рода инициативам на каком же 30-м году рыночных реформ? Или уже, наверное, больше, если Горбачева считать? Ну, вы должны знать, что идея введения продовольственных талонов, ну, или векатов, эта идея не новая, она все время обсуждается, как только еще раз власть убеждается, что все ее действия, к сожалению, привели к обеднению населения. В Америке на 70 миллиардов долларов распределяет Минсейкос Америки вот этих вот продовольственных талонов, фунстемпс так называют. И это, естественно, является существенной поддержкой сельского хозяйства, потому что растет потребление. Это гарантировано, что эти талоны получат бедные, и они начнут их отоварять в магазинах. Да-да. С точки зрения сельского хозяйства, любое вложение в потребление – это хорошо. Но плохо другое. Например, в Европе эти вопросы не ставят, потому что в расходах населения 15%, а то и меньше, занимает расходы на питание. А у нас они занимают 50% и более процентов. И поэтому или ты делаешь всех богатыми, то есть принимаешь пенсии, даешь им что-то того, что они… Вы знаете, это же интересно. У нас есть с вами знакомый, Вася Медниченко, он все время говорит, я возвращаюсь из России в Москву. То есть есть крупный город, в котором жизнь совершенно по-другому звучит. И вот Виталий Александрович говорит, что да вот в Москве еще можно продать что-то дорого. И вся остальная Россия, где вообще денег нет. Вот подумайте сами над тем, что говорит правительство. Оно говорит, что шестой год или уже седьмой год подряд растет бедность, то есть доходы снижаются. Мы все говорим, и они с этим согласны, что растет все время себестоимость продукции. И расходы на производство хорошей продукции растут. И получается, что продукции все меньше и меньше требуется. Что же едят люди? Люди едят суррогаты, которые привозят пальмовое масло, все больше и больше ввозят, всякая гадость. Нам говорят, фирмеры или производители, производите качественную продукцию, произвели. А она не востребована. Востребована продукция, которую на самом деле в Советском Союзе выкидывали бы сразу, еще бы сажали или расстреливали людей, которые ее производят. И надо первое сделать. Доходы обеспечить население и на доходности к производству. Посчитать. Потому что ведь можно же по-разному вот эти вот торговые талоны раздавать, продовольственные талоны. Можно сказать, только натуральная отечественная продукция. Вот. И цена такая-то. Ну, мы вам датируем. Ну, мы же сами жили в Советском Союзе. На литр молока мы получали 25% дотации, если производили его больше. Продолжение следует...